ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ МАГИСТРАЛИ Высокоскоростные магистрали – непременный атрибут экономически развитых стран. Как показывает зарубежный опыт, подобный транспорт не роскошь, а мощный стимул к развитию для всех отраслей. Сегодня признанными мировыми лидерами высокоскоростного движения считаются японцы. Токио вместе с пригородами – это самая большая городская агломерация на планете. Только вдумайтесь, здесь живет 30 миллионов человек. И каждый из них хотя бы один раз в сутки пользуется транспортом. А транспортом здесь связано буквально все. Хайвей и многослойные, высотой с восьмиэтажный дом, автомобильные развязки. Скоростные автомагистрали в самом центре Токио. Но основа бесперебойного передвижения пассажиров – наземные и подземные железнодорожные системы. Создается ощущение, что столица Японии сплошь пронизана и опутана рельсами. Токийский вокзал похож на многоуровневый лабиринт. Здесь ходится 68 железнодорожных путей, из которых 4 предназначены для движения высокоскоростных поездов «Синкансен». А все платформы этого вокзала соединены со станциями городских электричек. Первый «Синкансен», или, как его называют, «поезд-пуля», отправился в путь из Осоки в Токио полвека назад. До сих пор загадка, как удалось после военной Японии, пережившей бомбардировки невероятной разрушительной силы, найти средства на настоящее технологическое чудо. Именно японский «Синкансен» впервые доказал, что выражение «поезда ходят» устарело. Из некогда тихоходного транспорта поезд превратился в, по сути дела, ракету, которая летает по земле. Это кадры кинохроники, которые запечатлели первый рейс «Синкансена». Япония в тот момент стала пионером скоростного движения. В послевоенные годы здесь была жуткая, дикая разруха, а кроме того, повсеместное уныние и неверие в перспективы. Все понимали, что японцам нужна какая-то мечта, которая сможет сплотить весь народ, которая бы зажгла всех. Сегодня японские высокоскоростные поезда «Синкансен» перевозят пассажиров по семи линиям. При этом за один час, к примеру, между Токио и Осакой, крупнейшими городами Японии, может пролетать до 10 поездов вместимостью 1300 пассажиров каждый. Каждый день по железнодорожной магистрали Токио-Осака совершают поездку 375 тысяч человек. И получается, что в течение года поезда «Синкансен» только по одной этой железнодорожной ветке перевозят пассажиров больше, чем все население Японии. Совершенно очевидно, новые идеи в производстве высокоскоростных поездов автоматически приводят к технологическому прорыву в смежных областях металлургической, химической промышленности, машины и приборостроении, энергетике. То есть для России создание сети высокоскоростных магистралей означает проведение самым естественным образом модернизации экономики и выход на новый уровень развития. Увеличится потребность в инженерных и научных кадрах, вырастут возможности туризма. Бюджеты областей, через которые пройдут высокоскоростные магистрали, получат дополнительные доходы. Какими будут высокоскоростные магистрали России? Будут ли поезда-ракеты передвигаться по привычным рельсам и шпалам или научатся парить над землей? Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать в средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боингу. Страна перейдет на совершенно другую экономику, на ту, которая даст нам стабильность при любом кризисе. Мы не просто будем обеспечивать себя народом, наш народ начнет богатеть. Я просто приведу пример ненавистной нам сегодня Америки. В Америке 60 миллионов частных инвесторов, инвесторы пришлось сказать, 60 миллионов человек в Америке вкладывают со своей зарплаты часть денег в экономику страны, которая процветает и дает им обратно в 2, в 3, в 4, в 5, а то и в больше раз. Ну, например, хочу привести пример. Все знают Майкрософт. Майкрософт, Билл Гейтс. Майкрософт всем людям, которые поступают к нему на работу, дает очень маленькую зарплату, но дают акции по специальной льготной цене. Тот, кто купил одну акцию Майкрософта за 1000 долларов в начале его пути, сегодня стоимость ее увеличилась в 6500 раз. Если ты положил 1000 долларов там 10 лет назад, у тебя на счету уже 6 миллионов 500 тысяч долларов. Там огромное количество миллионеров. Все, кто начинал в Майкрософте, все мультимиллионеры. Почему эта компания стоит столько денег? Каждый год эта сумма, эта стоимость этой компании растет, растет ваше вложение. Деньги работают на человека. Построенные подстроенным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Предлагаю реализовать национальную технологическую инициативу. На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами столкнется Россия через 10-15 лет. Какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада. Америка только тем и существует, почему это первейшая экономика мира. Потому что 60 миллионов американцев, учителей, врачей, домохозяек участвуют в экономике. Любой проект поднять просто запросто. Ты только предложи идею. Нефть и газ полно. Из-за этого идет война. Куда нефть и газ поставлять? А вот через два континента пройти, Азия и Европа, только Россия может дать. Глушков, академик, предлагал пневмотранспорт. В 1985 году Горбачев начал перестройку. Это провокация, диверсия. Какая перестройка? Мы были на пике могущества. Еще год, два, три и Америке конец Евросоюзу. То есть транспорт, это наш главный рычаг. Все школьники должны идти в транспортные вузы. Инженер транспортного машиностроения главная фигура в нашей стране. Строителей полно, дома строят. Вон очередь. Сейчас турки уедут, уже очередь. Ростовские строители, смоленские, самарские. А вот транспорт нам нужна пневмотруба или струна. Идет струна на сваях, тундра. Там невозможно делать дорогу на земле. Все растает летом. Опять это мы все сделали. Вот такие вагончики, как ВВЦ. Знаете, поверх уходит эстакада. То есть новые виды транспорта. 30 лет мы в этом вопросе не двигаемся вперед. Что такое эко-технопарк? Эко-технопарк – это центр практической реализации инновационных технологий Skyway, их международной экспертизы и сертификации. Строительство эко-технопарка ведется в Белоруссии на участке площадью 35 гектаров рядом с городом Марьино-Горка. Именно отсюда Skyway выйдет на мировые рынки и сформирует природоориентированную глобальную транспортно-инфраструктурную систему. Уже в октябре 2016 года эко-технопарк продемонстрирует в мировой общественности все направления инновационной технологии Skyway. Высокоскоростной, городской и грузовой виды транспорта. Несколько моделей подвижного состава. Автоматизированную систему безопасности управления и энергобеспечения и связи. Транспортную инфраструктуру Skyway, размещенную над землей. Сопутствующую инфраструктуру для жизни, работы и отдыха. А также промышленное производство ГОМОСа из белорусского торфа. Совокупный социально-экономический эффект от повсеместного внедрения технологий Skyway трудно переоценить. Небесные дороги сэкономят миллиарды тонн топлива и на порядок снизят объемы вредных выбросов в атмосферу. Струнный транспорт изменит облик современных городов, создаст безопасную и комфортную среду для жизни, отдыха и работы, подняв дороги над землей и предоставив ее поверхность растениям, животным и людям. Благодаря своим конструктивным особенностям, струнные дороги сохранят миллионы человеческих жизней. Skyway опояшет ближайшие десятилетия всю планету и позволит объединить людей на всех континентах. Струнная транспортная система создаст деловую социальную сеть в пространстве реального мира, в разы увеличив скорость перемещения людей и грузов и сократив любые транспортные расходы. Для того, чтобы продемонстрировать потенциальным заказчикам эко-технопарк, группа компании Skyway пришла к системе целевого проектного финансирования. Мы предлагаем всем желающим инвестировать в любой из объектов эко-технопарка и стать совладельцем технологии Skyway. Тот, кто сегодня оценит масштабность и перспективность транспортной системы Skyway, обеспечить себе и будущим поколениям, своим детям, внукам и правнукам комфортную и, самое главное, безопасную жизнь. Если вам небезразлично будущее, если вы хотите изменить мир в лучшую сторону и писать свое имя в историю, добро пожаловать в проект. Ведь именно в ваших руках сделать транспорт будущего Skyway транспортом настоящего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok